Доброе утро, Полтава! Доброе утро! Сегодня у нас... Доброе утро пришла пожелать Оксана Антоновна Дыркач. Наша такая, мягко говоря, несерьезная программа «Доброе утро». Но поговорим о серьезном. Бюджет участи уже наболевшая тема. Но сейчас очередной этап подходит к финишной прямой. И вот у меня какой вопрос. Я в соцсетях мониториваю эту тему, смотрю, да? И многие очень переживают, что приходится голосовать, проходя регистрацию через Приватбанк. Для некоторых это составляет какую-то проблему. Кто-то вообще переживает, что тут его коды начнут выяснять. Я просто с Приватбанком дружу очень много лет. Никогда проблем никаких не замечал. И не вижу ничего страшного в такой регистрации. Но я знаю, что есть еще один метод голосования. Вот о нем я хотел бы вас спросить. Более на две минуты подробнее. Во-первых, Саша, так можно? Да. Я всем дякую за этот период голосования за проекты, что они меня кудись запрошуют, запитывают, уточняют, задают вопросы, пишут в фейсбуке. И вам тоже очень дякую за то, что вы подкопили эту хвилю промоции нашего проекта, я считаю, проекта, который должен, еще раз полтавцам, кто будет смотреться, еще не знаю, довести, что должен быть коммуникация между владой, и людьми, необходимо вызвать нам, как владею, людей доверие к себе и дать им возможность быть причетными к процессу, которые происходят. И, конечно, есть много разных программ, проектов, методов, способов это делать. Один из них, как раз, и предпочитает программу бюджета участки, потому что она даёт возможность людям долучиться до распределения бюджетных, невеликой частини, конечно, пока что, но долучиться в нижнюю свою инициативу. Поэтому проект так и называется бюджет участки, и свою инициативу, а также долучиться до самого процесса своей активностью. Не просто прийти, попросить или подать проект, а загитировать и проголосовать за те проекты, которые лучшие. Не буду долго говорить, я вам рассказывала, что у нас 53 проекта. И сейчас только наберут наибольшую количество голосов, они будут включены до списка финансирования. Конечно, если говорить о способах голосования, то в онлайн голосовании есть определенные нюансы, которые лякают полтавцы. Ну, хочу сказать только так. Я телефонировала в Приватбанк и спросила, чи безопасно вносить данные по этой программе с врахованием того, что необходимо вказать номер телефона, электронную адресу, а также пароль до Приват-24. Это, конечно, могут сделать те, кто используется этой услугой. Мне сказали так, что никаким образом такие действия не могут привести до того, что будут какие-то втручания, кто-то сможет получить доступ к денег. Скажем так, наши коды Приватбанк все равно знают. Он же иначе нас туда не пустит. Эта информация мы вносим, когда мы, например, в электронном виде, используя послуги Приват-24, мы тоже каждый раз вносим эту информацию. Мы получаем пароль на телефон в виде смс, вносим этот пароль, каждый раз вносим этот пароль новой, поэтому загрозы не имеет. И, конечно, каждый раз, когда мы вносим свои данные, або электронную адресу, або номер телефона, используя интернет, это, например, мы купим квитки, так, сейчас, на потяг, который едет из Полтавы до Киева. Мы тоже вносим эту информацию. И мы даем сгоду на то, что наши данные могут быть использованы для какой-то рекламы, усведомливая это. Поэтому загрозы нет. И, с верхованием этого, хотелось бы, чтобы люди просто это откинули, а проявили свою активность. Ну, конечно, в Кольщу такой проблемы не было. Програмы там простые, потому что все жители подвязаны в них под информационную систему, занесены в загальную базу, в городах эта информация есть, поэтому идентифицировать особу, например, за кордоном, уже не складает никаких проблем. У нас для того, чтобы голосование произошло честно, нам необходимо идентификацию человека через ее персональные данные, чтобы не было задвоения голосования. Так. Те, кто не хотят. Те, кто не имеет возможности, потому что они зареєстрированы, або не хотят, могут голосовать в бюлетене. Это можно сделать в городе, в 124 кабинете, и это можно сделать в одной из 18 библиотек в городе Полтава. Но, опять же, необходимо прийти не просто проголосовать, а необходимо прийти самому, особисто, взяти паспорт и идентификационный код. И, опять же, почему идентификационный код? Потому что для того, чтобы мы могли бы сверить за программой, если не голосовала человек и в библиотеке, и на сайтах, поэтому необходимо сказать... Но, в любом случае, это нормальное явление. И, опять же, идентификационный код у нас просят очень-очень часто. И, опять же, у нас есть 18 библиотек, они работают практически 6 дней в тиждень. Режим работы и адресы этих библиотек можно увидеть на сайте Министерства в рубрике «Бюджет участки». Поэтому, Саша, мне кажется, что те, кто хочет, у них есть возможность не сидеть, не смотреться, не смотреть, не быть пасивным. Подорвать свою пятую точку, как сказал один наш общий знакомый. Да, как сказал. От морозить мне левое в ухо, потому что ветер звезды дует. Сейчас еще один вопрос. Оксана Антоновна, вы, когда подавали вам проекты, вы замечали, было ощущение, что появляются какие-то бизнес-проекты, то есть люди хотят на этом заработать. Было такое? Я думала я завжди про это, но могу сказать, что в каждом проекте, который подано, я не знаю, как можно это связать, потому что человек, это же не его объект, это не его приватная властность. То есть, я даже не знаю, но я не могу назвать проекты, я могу только сказать, что это облаштование территории, детские майданчики. Я не знаю, каким чином, подавши такие проекты, это может быть бизнес. Я не увидела. Ну хорошо. Потому что у меня возникали такие вопросы. Сомнения были все-таки. Ну, дело в том, что у нас Оксана Антоновна с бизнесом очень мало имеет отношения, поэтому вы с этой стороны, вам тяжело оценивать тот или иной проект. Хорошо, не морозим вас. Давайте закончим другим. Какую музыку будем слушать? Сейчас? Сразу после вашего интервью. Так я на работу. А мы поставим все равно. Ага, музыку будем слушать, тихо хотели. Музику. Треба что-то динамичное. Не знаю, бонжови, может. О, значит бонжови. Видите, с какой стороны сегодня Оксана Антоновна нам отрывает. Про життя что-нибудь. Бонжови от жизни поет? Я, честно говоря, английский язык не знаю. Ну, будем надеяться, что они тоже от жизни поют. Ну, it's my life, я так понимаю, что... Ага, тоже, логично. Всем доброго утра, удачного дня и хорошей недели. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!